ну вот я иду по грунтовке вот храма солнца в горны симфонии камней я вижу же тут по моему блокпост стоит и люди сюда подходят внизу то есть кажется что все очень быстро пришел за там сколько за полчаса где-то ну я по усилию не пошел потому что мне тут работники разных всяких гестхаузов внутри этого усилия вот чуть ниже как бы ну самого горны сказали что ни в коем случае там не идти во первых там я так понимаю нет разметки хотя вроде написано что есть нет разметки во вторых там полно змей даже не вздумайте идти туда то есть это то что мне сказали вот как бы цитирую их ну я сейчас я конечно же приключений на свою голову не искать тем более тут еще меня это какой-то овод покусал и нога немного распухла так что мне этого вполне хватает и тем более там такая гуща внизу плане не пролезть не пройти по ущелью да и я практически уверен что там маршрута нет разметок то есть так что вот я вот так вот иду вниз в сторону симфонии камней ну конечно до ничего не дошел но как бы уже видны люди и асфальтированная тропа там внизу и как бы блокпост и по всему там кожи взымают денежку так что я думаю сейчас вот там меня и попросят помочь как только я могу армянским природным так сказать финансом армянской окружающей среде внести свой струнный вклад вот посещение после посещения заповедника да ну вот скоро наверно будет симфония камней по идее а вот там лошадки пасутся на той стороне тоже в косровском заповеднике мы там ходили в общем-то не так давно что значит не так давно неделю назад то есть даже меньше 20 мая сегодня у нас 26 мая так а мои планы в принципе пойти и дальше до азатского водохранилища сейчас посмотрим как это как это и что это плане размерки маршрута и всего такого потому что иногда разметка идет просто вдоль дороги как бы тоже удовольствие не сказать что такое уж большое да приятно ощущать что ты не стоит это место ты уже более-менее знаешь я имею ввиду то что справа от меня на горизонте так ну ладно иду я вниз короче до конца до тихонько мне в Продолжение следует...